Этот монолог написал мне Леон Измайев. Но перед тем, как отдать его мне, он по всем каналам его дважды прочитал. Мне потом он дал и сказал, давай свою интертрепацию. И сейчас я вот буду читать. Прямо вот вместе с вами. Не могу сказать, что неудачно женился. Не могу. Иначе она мне по зубам даст. Жену мою можно назвать даже красивой. Можно, если других не видел. Симпатичная, миниатюрная, метр восемьдесят. Кряжистая, русский ухватиком, ножки-богорчиком. Спинка-горочкой. Как тебе это пришло в голову? Касаяся Жень. Причем не только в плечах. Это значит, это вот каракатица такая. Жень моя в первом ряду сидит. Вон там. Здравствуй, Леночка. Ну, правда, это не про тебя. Если ты встанешь, и все тебя увидят, встань, пожалуйста. Пожалуйста. Очаровательная, элегантная, красивая, молодая. Счастья тебе. Как ты его терпишь, я не знаю. Он же все время острит. Ну, ты вставляй тоже. Я все время буду комментировать. Рукодельница. Такое руками выделывает. К чему руки не приложат, того уже нет. Вот такой вот, прикладывает, и этого уже нет. Очень симпатично, остроумно, во всяком случае, неожиданно. Если, допустим, на нее кос посмотреть, или, предположим, дверь первым пройти, а ее, как женщину, не пропустить вперед, все, сразу головой об косяк так долбанет, что потом месяц косяк ремонтируешь. Вот такая вот. Ну, отходчивая. Сразу отходит и с разбеган ногой в живот. Слушай, ты знаешь, как это так? Гимнастка просто. Ну, не злопамятная. Вот это очень хорошо. Молодец. Тут же все забывает и поет себе, поет. Слуха вообще нет. А голос противный, но громкий. Честно говоря, уж лучше головой об косяк, чем эта пытка пением, понимаете? Вот так я жил, собственно. Однажды попытался уйти от нее. Да. Так она, знаете, вены вскрыла. Да не себе, мне. Вот так вот. Такая у меня жизнь была. Но в один прекрасный день она пропала. День нет, другой нет. Тишина. На третий звонит какой-то мужик. Если хочешь видеть свою жену живой, положи в свой почтовый ящик 50 штук зеленых. Сейчас говорю. Вот как в том анекдоте. Все брошу. И пойду, значит, класть в ящик 50 штук зеленых. На другой день он снова звонит. Ты свою жену живой хочешь видеть? Я говорю, конечно, нет. Он обалдел, потом справился с собой. Но тогда ты ее сейчас услышишь. Слышу, Нинка в трубку кричит. Ты меня, гад, выкупать собираешься? Тра-та-та-та-та-та-та-та! Вариации разные. Я говорю, дорогая, ты слишком дорога для меня. Ты такая дорогая, такая дорогая. Хорошая, кстати, шутка. Двусмысленность такая дорогая в смысле и вообще дорогая. А зрители не смеются. Почему-то. Я думаю, что вот в этот момент надо вставить какой-то анекдот. Ну, ты знаешь, как это делается. Я сейчас попытаюсь это сделать. У меня тут куча. Это моя репертуарная папка. Здесь полно анекдотов. Что-нибудь про женщину давай вставим. Он робко заглянул в вырез её платья. На ней были голубые туфельки. Нет, ну это не монтируется вроде сюда. Сейчас, сейчас я найду её. Её глаза смотрели с нежностью друг на друга. А это больше подходит, понимаете? Это вот как раз то, что нужно. Ну, это вообще пошлость. Зебра за рулём автомобиля долго думала, что это ей показывал гаишник. Это не надо. Это не вставляю. Вы это не слышали. Вот, очень хорошо. Про женщину и очень хорошо. Папа, я беременна. Вот список подозреваемых. В общем, повеселились, пошли дальше. Короче говоря, Нинка мне говорит, «Вернуть убью». Я говорю, ты попробуй сначала вернись. Ну вот, тут слышу шум, крик, звон бьющейся посуды, тупые удары от чью-то голову, крики «Ой, мамочка, больно!» «Но крики не женские». Это намёк на то, что Нинка с кулаками тоже не очень смеётся. Надо что-то поддать. В доме всё было крадено, и даже воздух какой-то спёртый. Надпись на китайском роддоме «Хватит». Вот, хорошо. Раскочегарились, раскочегарились. Вот. Это очень хорошо. Я бы вас послал, но вы и так там безвылозная. Вот это Нинке подойдёт. Эта фраза. Короче, вечером снова звонят. Сейчас с тобой пахан говорить будет. Пахан трубку взял. «Слышь, ты бабки за жену будешь платить». Я говорю, а ты бы за такое заплатил? Он с досады даже в трубку плюнул. Утром опять звонит. «Забирай жену». Я говорю, за сколько? Ну, ты ж за 15. Нет, я говорю, только за 20. Он говорит, ну ладно, давай 20. Я говорю, это ты давай. Чё, да за такие бабки мы лучше тебя пришьём? Я говорю, ну тогда Нинка у вас навсегда останется. Он даже взвыл, слышу, там опять удары чем-то очень тяжёлым, обо что-то очень тупое. А на другой день опять звонит. «Забирай жену, как человека прошу». Да вы её просто выпустите и всё. Чё там придумывать? Пробовали, не получается. Прижилась терма. За косяк цепляется. Бьёт нас. Я спрашиваю, а споить её не пробовали? Пробовали, не получается. У неё ни в одном глазу. Она как выпить. Петь начинает. Вот где пытка. Слушай, говорит, может, милицию вызвать. Я говорю, да вы что, ребят, ну вы даёте. Что же вы милиции скажете? Что вы человека украли? Это ж срок. Он говорит, лучше век свободы не видать. Ну не знаю, как у них там получилось, но на следующий день милиционеры ко мне пришли. Давай, говорят, освобождай пацанов. Она их в заложники взяла. Про милицию очень здорово. Можно пошутить тут. Давай сюда протоколы вставим из милицейских. Протоколов выдержки. Очень интересно получится. Ну у них, у милиции, очень много всяких в протоколах казусов. Ну вот такое, надо же придумать, утонутие вследствие недоплытия. Заметив на углу улицы драчующихся. Здорово, да? Придумано. Будучи доставлены в отделение милиции, гражданин Сучко продолжал хулиганить и ударил ногой капитана милиции Прохорова в область полового органа, причём с последнего слетела шапка. Ну здесь ещё можно, конечно, и на другие темы. Здесь вот, например, почтальон не решается войти во двор в виде огромного дога. Хозяйка кричит, не бойтесь, он кастрированный. Да я, собственно, думал, что он покусать может. Как-то даже и не рассчитывал. Стоят дед с бабкой у огорода. Я, бабка, вскопаю огород за семь дней, а я за шесть. Ну и копай. Что это? Я не хочу жить с таким жмотом, как ты. Вот твоё обручальное кольцо. А где коробочка? Очень симпатичный. Серёга, что у тебя с головой? Да я к парикмахеру ходил. Попросил, чтоб под горшок подстригли. А чё, не нравится, что ли? Ну ты ещё раз сходи, пусть ручку состригут. Слушайте, это не вы та самая девушка, что вчера в ресторане танцевала на столе, в лифчике и в трусиках, а? Да ты, парень, должно быть, слишком рано ушёл. Ну я могу бесконечно это. Я думаю, что пора уже к рассказу приходить. А то всем интересно, что там случилось. Пошли мы на эту малину, ворвались туда. Ну такого даже я не ожидал. Один стоит посуду моет, второй сидит картошку чистит, а третий на полу лежит и Нинки ноги чашет. Мы вошли, они на колени попадали. Спаси, кореш, братан, не дай погибнуть! Ну я, конечно, покачево режился немножко. А чё там? Взял с них денег, пять себе, пять милиции. Нинка орать начала, обещала за эти пять тысяч весь роб замажай загнать. Потом успокоилась. Дело в том, я средства против неё знаю. У неё за ухом точка эрогенная есть. Если я её туда поцелую, она как шёлковый становится. Так вот, шестеро с собакой держали её, пока я до этой точки добрался. А потом всё тихо стало, и пошли мы домой. И это правильно. С женщиной всё можно решить, но только лаской. КОНЕЦ